Дорогие друзья, всем невероятный маткульт привет! Такого вы еще не видали! Это вот Миша Саватеев. Ну кто такой вот это я не говорю. А это Владимир Васильевич Саватеев, мой папа. Так что здесь присутствует одновременно три человека в шести разных ролях. А именно есть один внук, да, ипостасяк, да? Один дед, два отца и два сына. Вот так вот, на трех людей шесть ипостасяк. Вот, и у нас будет ролик такой попури из математики. Маленькая врезочка в это видео. Дело в том, что в новостях не успела выйти новость, главное вообще, которая была с иголочки в этот момент, я ее не успел узнать. А именно, наша бравая команда заняла второе место в мире, заняла бы, если бы мир не оказался большой свиньей, да, западный, заняла второе место в мире на Международной математической олимпиаде, вот, которая проходила в Осло. И особенно круто там был один участник, точнее, участница Галия Шафаридинова, которая набрала 42 балла из 42, я не знаю, впервые за очень много лет. Так вот, я, ребят, поздравляю, передаю огромный привет из места, где наверняка они все были, потому что это Сириус. Вот он, детский лагерь Сириус, Черное море, видите, вдали. И я от всей души желаю, чтобы все сложилось отлично у ребят, чтобы они, значит, ну, поступили они и так, куда угодно поступят. Вот, чтобы жизнь была интересной, насыщенной. И мы гордимся вами, друзья. Вот, это первое. А второе, на самом деле, я очень хочу призвать всех, кто может, подписаться на Бусти. У нас как-то вот, когда был Патреон, подписок было много, а когда мы завели Бусти, что-то там, как бы, совсем немного народу. Неужели из 228 тысяч нас, да, нас с вами, так мало людей, у которых есть хоть какие-то небольшие лишние денежки. Вот, поддержать товарища профессора. Вот, так что, если можете, подписывайтесь на Бусти, вот, значит, по ссылке есть в описании, как это сделать. Ну, а мы переходим к трем Саватеевам. Михаил Алексеевич Саватеев успешно закончил. Какую школу? Руку, скажи, какую школу? Вот эту школу, да. Семьдесят девятую школу. А тут, да, тут напишут. Вот, 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 вот. Ну, и теперь, значит, еще у нас приколы, казусы такие были. Значит, по ЕГЭ Миша набрал 100 баллов по информатике, с чем? Поздравляем. Да. А вот с математикой немножко не доехал до сотни. Немножко? Да. Да, на математике Миша заработал 8,8 баллов, да. Ну, бывает, бывает. Вот мы как раз вот задачу, самую такую, самую заковыристую решение разобрать. У меня по-русскому, кстати, больше, чем по математике. Ну что же, теперь передаем слово старшему Саватееву, который очень заинтересовался этой задачей, которую Миша не успел дорешать, и представляет свое собственное авторское решение. Это, короче, параметр, и я решал ему алгебраический час, а это, там ничего не выходит алгебраический, надо геометрический делать. Вот, чем дедушка сейчас и займется. Давай, диктуй. Я напишу, и там тебе фломастер, да? Условия, задачи. Условия, задачи. Загоражаю всю доску. Три Саватеева способны загородить всю доску. Так, условия обманчиво-простоя. Да. Один модуль, квадратное уравнение, что там такое? А что там такое? Данное уравнение с параметром, да? Х квадрат. Это под знаком модуля. Под знаком модуля, да? Х квадрат плюс А квадрат. Да. Минус 5х, да? Минус 7а. Ага. Это все по модулю равно Х плюс А. Так? При каких А? Да. При каких А? Будет ровно что? Четыре решения. Ровно четыре решения. Ну, решения, естественно, по Х. Вот такая параметрическая задача. Дедушка, вперед. Да. Мы пока, как сказать, отходим на зажгулан. Сейчас я убежал. Начинаем блеваться от ЕГЭ. Так, ну, во-первых, давайте немножко расширим свой круг воззрений. И скажем, что вообще-то, значит, неизвестные, взятые из конца алфавита, они как неизвестные выступают. А вначале они выступают как известные, то есть параметры. Но помнить надо, что это вовсе не обязательно. И в данной задаче, в один из моментов, надо просто считать, что это не Х и А, а просто Х и ИГ, и использовать плоскость. Ну, да. Ну, короче, это да. Ну, только одна из осей будет называться не ось ИГ, а ось А. Да. Это, во-первых. Во-вторых, знак модуля. Знак модуля, значит, у нас призывает к тому, чтобы немедленно найти точки, в которых этот модуль обращается в ноль. Это надо знать железно. Да. Даже если ночью пути, вот, разбудите, крыше, надо сначала посмотреть, где модуль обращается в ноль. Так. И последнее, что надо учесть, вообще-то, в каком пространстве все это происходит. Одно дело это решать на прямой, другое дело на плоскости. А ведь можно какую-нибудь задачу такого типа решать и в пространстве. Ну, самый простой пример я позволю себе привести. И построить вот такой график в пространстве. Модуль X плюс модуль Y плюс модуль Z равно единице. Это вступление, да? Это симплекс. Да. Это, значит, да. Это все равно все будет октайдер. Это октайдер. Симплекс будет положительной грани. Да, да, да. Это формула октайдера. Так что здесь вот придется использовать три оси координат. Но, слава богу, на ИГ таких не давали. Хотя в школе вообще три координаты-то учат немножечко. Да какая разница? Хоть три, хоть. Ну, 25. Сейчас, одну секундочку. Ага. Значит, соответственно, здесь перед нами стоит задача. Обязательно выяснить, в каком месте вот это подмодульное выражение обращается в норму. Только сильно на доску не нажимай, а то она вся конструкция рука. Потом. У нас все и со всей пары. Да, ну, спасибо, что сказали. Значит, где этот подмодульный, значит, вот, одночленок прообращается в ноль и в этот. Вот. То есть здесь надо, значит, только надо делать не чтобы они все три сразу обращались в ноль. Потому что тогда единица не будет. А, значит, надо взять, когда вот это в ноль обращается и дальше разобраться до конца с этим. И так далее по очереди. То есть не говорить и, что они все вместе равны ноль. Говорить или. Или этот, или этот, или этот. Но поскольку они симметричны по своей природе, они здесь одинаковые, то достаточно для их, как следует, разобраться. Немножко похоже на эту ситуацию и здесь. Сдираю, да, вот это? Да, это можно сделать. Сопомогательный. Октайдер. Октайдер. Октайдер это тоже по той же методике решается. Вот. А вот здесь у нас, да, такая вот. Да, вот здесь, конечно, все-таки надо использовать. Квадратичная штука. Используется, значит, не числовую ось, то есть прямую, и не трехмерная, а именно плоскость. Вот я ее позволю себе изобразить. Так. По горизонтали вправо принято обычно писать неизвестное. А по вертикали вверх, в данном случае, мы что-то известное говорим, как это параметр. А вообще-то это не играет роли, как обозначить. Есть другой цвет? Так, это называется, такая есть пословица. У нас вся политра. Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Так, что называть неизвестное. Хоть горшком назови, но не писай в меня. Да. Да, значит. Вот. Теперь, значит, поставим себе задачу, собственно говоря. Как обобщить вот это задание? Тут вот здесь есть какое-то выражение. Выражение, которое мы приравниваем к нулю, оно содержит две неизвестные. То есть это будет что-то, на языке математики, f от x, y равняется нулю. И выражать она будет собой, вообще говоря, кривую на плоскости. Да, второго порядка. Нет. Ну, это не обязательно второго, потому что здесь второго, а это любая. Я хочу сначала общую идею рассказать. Кривая может идти по плоскости, как ей вздумается. Например, вот такая кривая у нас. И вот тут, значит, в этих местах модуль обращается в ноль. Если мы напишем, что это по модуеру в ноль, вот. И вот эта кривая, она, так сказать, дальше с ней делает стандартная вещь. Смотрят, на сколько кусков она разбивает плоскость. А потом в каждом из этих кусков берется пробная точка. Скоро жардан. В норме будет плюс, минус, плюс. Да, в норме будет расстановка. Какой же минус? Нет, нет, нет. Дело в том, что без пробных точек мы не узнаем, где плюс, где минус. Потому что хотелось бы, как по какому-то простому закону, расставить знаки. Чтобы там типа как шахмат-балетки. Это не получится. Это не всегда, да? Это не получится. Надо брать пробные точки. И вот если пробная точка находится в отдельной вот этой области, то там будет сохраняться знак один и два знака. Ну да, нет, то, что здесь везде одинаковый знак, понятно. А при пересетении границы хотелось бы, чтобы знак менялся. Но не всегда. Потому что может быть двойное как бы... Нет, тут вроде изменится. Зануление. Да нет, не в этом дело. Нет, ну в данном случае можно какие-то соображения высказать, что это одинаковое или нет. Но это еще зависит от того, какая функция. Да. Значит, таким образом, общее правило, которое всем школьникам надо знать железно, даже если четыре часа ночи их разводят на часах, значит, приравнять к нулю и взять пробные точки. Ну да. Все правило. А дальше мы начинаем применять вот это все вот к этому конкретному. Вот. Ну и значит дальше... Я стираю, да? Да, да, да. Все предварительные рассмотрения. Это общая идея, чтобы посмотреть, насколько кусков она разбила плоскость. Ага. И с помощью пробных точек узнать, какой знак, скажем, из кусков, сохраняется. Вот так. Да, ну что же, нарисовать кривую эту. Я вижу, чему она равна. Ты видишь. Вообще-то, думаю, не так объясню. Ну что, да. Попробовать А равно нулю. И посмотреть, какие возникают проблемы. А потом мы и тут... А может сразу выделить тут ясно, что вопрос, что искать? Да, ну вот это ясно хотел бы до конца. А, смотри, А равно нулю, тогда получается... Модуль X квадрата. Дело в том, что мы должны сейчас увидеть нечто, входящее в школьную программу. Потому что нельзя давать... Ну обычно до этих заданий доходят только те, кто специально учился с репетиторами или учился в нашей школе. Вот дело в том, что значит... Хватит школьная программа. Вот мы должны быть убеждены, что это все входит в... Конечно, это все входит в школьную программу. Равно нулю, да? Нет. Значит, зачем? А, ну это равно нулю, а это X. А, я понял. Да, вот сейчас я начинаю интересоваться кривой, которая обращается в ноль. А именно, X квадрате минус 5X равно нулю. Ну да. Это у нас получается X первое равно... Значит, X первое равно... Нулю, а X второе... Ну, второе пяти... Да, невероятное знание. Значит, и так у нас получается важная для нас точка 0 и важная для нас точка 5. Так, ну теперь, если бы, если бы, значит, в данном случае мы еще вспомнили, что А на самом деле может быть не нулем, а чем угодно, Тогда бы мы привели еще вот такие вертикальные линии. И получилось, что вся плоскость у нас разбита на три области. Да, это мы... А мы берем сейчас А равно нулю. Да, мы берем А нулю. Ну, просто надо понимать, что между решением на прямой и решением на плоскость есть некая связь. Что можно, когда вот зафиксировано, то это получается вот так. Ну, по крайней мере, здесь прямая разбивается на три куска. Ну, то есть вот это можно решить, не выходя на плоскость. Здесь плюс, здесь минус, здесь плюс разбивая. Да, и все равно идея будет та же самая, что прямая разбилась на три куска, на каждом куске надо взять пробную точку, и они здесь в данном случае как раз будут в шахматном порядке менять знаки. Короче, ты говоришь, что если сюда подставить X из этой области, то получится выражение положительное. X квадрат минус 5X, да, здесь 5X минус 5X, да, здесь 5X минус 5X, да, здесь понятно, что там парабола идет. Так, ну что, наверное, угадаем, что здесь есть, правда? Ну, дальше мы можем уже, вооружившись этим, нарисуем на самом деле, что тут есть при любом. Да, да, давай угадаем. Вот все, кто нас смотрят, умеют выделять полный квадрат. Да, дальше идет очень важная тема школьной математики, которую многие школьники не любят с 4 класса, с 3, с 6 или с 7. Да, значит, она очень важна для дальнейшего. Кто там в 6 классе не научился выделять полный квадрат, тот потом будет до 9 класса мучиться. Так, плюс А квадрат минус 7А плюс, получается, 49 четвертых. Я бы еще в скобки написал, чтобы было удобнее. Да, да. И теперь для того, чтобы это все действительно было тому, что было до этого под модулем, нужно вычесть вот эти две. Да. Здесь мы вроде как ни с того ни с сего добавили 25 четвертых, но здесь надо вычесть 25 четвертых. В общем, 37 вторых остается. Да, 37 четвертых. Вроде так, да? Модуль равно Х плюс А. Вот такая. Ну, а дальше уже все понятно. Понятно, что это окружность на плоскости. Да. С центровиком в 5 вторых, в 7 вторых. Так. Вот. Вообще тоже можно рисовать. Нет. Нет, секундочку, еще раз. Дальше школьник, достигший 11 класса, конечно, обязан знать общее уравнение окружности по школьной программе. Ну, конечно. Вот я позволю себе напомнить. То есть, Х минус Альфа, Альфа в квадрате, плюс У минус Бета в квадрате, точно, равняется Р в квадрате. Да. И вот это, вот единственное, что здесь дальше нужно знать, но знать очень крепко и хорошо понимать, что здесь все идет игра с окружностями. Как выясняется ниже, там три будут важные окружности, которые будут определять эту задачу. Ничего лишнего не нужно, а нужно с ними разбираться. Ну, и получается ситуация такая, как в известной шутке. Что такое тигр? Ох, уж это знаменитая корень из 37 вторых в квадрате. Вот есть такая шутка. Что такое тигр? Ну, это просто большая кошка. И добавление такое. Но с ней придется долго повозиться. Так и здесь. Здесь будет всего-навсего три окружности. Ну, это будут такие окружности, которые потом долго будут вам сниться. О, давай сейчас сотрем. И ты расскажешь, какие три. Конечно. Потому что первую-то я уже и так вижу. Я нигде не ошибся. 37 вторых там, да? Одна из них вот так и так, которая зависит, так сказать. Так, ну что же, давайте. 5 вторых, 7 вторых, да, у нее получается? Да. Центрировка. И она проходит через точку 0,0. Этого мне достаточно. Чтобы весь свободный слен сюда добавили. Свободный сюда, да. Значит, он пошел туда. 5 на ум пошло, 6 с ума сошло, как сказал Владимир Владимирович Путин. Так. Это он в интервью сказал так. Пришел, говорит, к нам математик и стал у нас вести кружок. Мне, говорит, сразу это очень понравилось. Но я подхожу к нему и говорю, ну это же не математика то, что вы рассказываете. Это же совершенно не похоже на то, что у нас на уроках в школе, говорит, это как раз настоящая математика. А в школе у вас вот это все вот 5 на ум пошло, 6 с ума пошло. Это арифметика, это не математика. Ну, допустим. Это может быть так и есть. Математика заключается не в технике, а в мысли. Ну вот, мы уже знаем, что под модулем. Нет, техника, конечно, необходима. Техника должна быть безупречной. Об этом еще говорил известный деятель школьного образования Модену Петр Сергеевич. Собственно, у меня есть друг. Школьник должен говорить, безупречно делает любой сложности преобразование. У меня есть друг, который... Иначе, что с него взять? В седьмом классе, ну не в седьмом, наверное, но в девятом классе спокойного интеграла знал, а скобки раскрывать до сих пор нет. О, да. Ну, кстати, задача раскрытия скобок, это нетривиальная программическая задача. В плане не умеет аккуратно раскрывать. Да, значит, это выражение, там был минус 37, да? Да. Внутри оно минус, а осторожно оно плюс, и все. Я хочу еще одну проделать вещь, которую каждый школьник должен в одиннадцатом классе знать, и которую здесь стоит проделать. Вот это оказывается, что вот эта окружность, которая определяет, где в ноль обращается модуль, то есть идея такая, что она разбивает всю область на две части, в однопробной точке берется вот здесь, а вторая здесь. Мы знаем, где плюс-день. Потому что если мы возьмем огромные цели, ну да, огромные цели, ну вот ее удобнее еще перевести, чтобы центр находился, чтобы начало координат находилось не здесь, а в ее центре. Да, понятно. И это называется параллельный перенос осей координат. Это понятно. Вот, и тогда мы сейчас будем вот это вот это вот. Вот, вот, да, у нас. Получить, что это окружность. Ну и закружите, я оставляю. Да, значит, так, эта окружность будет теперь у нас проходить. Да. После этого, как раз. То есть, короче, переменам прибавили такие координаты, чтобы центр был новый, равен x-5 вторых. А потом просто обратилась к ноль. Которые чисто номинально упрощают вотчиснение, а когда задача, длиннейшая, это очень важно. Все, перешли к такой замене. Да. Хорошо. Что мы делаем дальше? Раскрываем, да? Здесь модуль раскрывается с минусом, и получается, как легко видеть, после этого, конечно, тоже окружность. Да, какая? Ну, это проще, ребята. Сейчас, ребят, можно просто нарисовать, наверное. Другим цветом только. Синим? Да. Давай, покажи мне, какая она. Не понятно, там только прибавляется. Нет, я хочу нарисовать уже, что получилось, когда мы... Ну, давай, сейчас я напишу насчет. Когда минус, получается, что у нас вот такой, типа, полумесяц. Полумесяц. Полумесяц вот такой вот. Сейчас. Да. А когда... А через эту точку он проходит же, да? Они все тричь, они все через 0. Нет. Через 5 вторых, ну да, через 0. А, это да, да, да. И поэтому вот симметрично вот здесь тоже проходит. То есть... Конечно. Вот это все оказалось, эта задача оказалась симметрична. Симметрична относительно оси, да. А она специально так ее и подбирали, видимо, что она оказалась симметрична. То есть она должна вот в этой точке пересечь, в точке 5 вторых, 7 вторых. Да, да, да. А там видно просто из формы окружности. Да. Значит, так здесь она вот такая. А когда мы раскрываем ее с плюсом, получается тоже окружность. И вы, конечно, будете смеяться, но она имеет форму месяца. Но самочка тоже умерла. Месяца, это месяц. Через те же точки проходит, да. Да, через те же точки она проходит. Сейчас давай поясним, что произошло. Значит, мы раскрыли внутренность. Вот когда мы раскрыли внутренность, как со знаком минус, получилась синяя окружность или черная. Давай черную нарисую. Большую черную. Только это синий. Это когда плюс. А куда делся черный? А, черную дедушке в руке. Вот это раскрываешь плюс, да, когда? Да. Так, а это раскрываешь синий. Это когда минус? Да, правильно? То есть на самом деле вот этот кусок, вот этой окружности брать не надо. Да. И вот этот маленький кусок той окружности тоже брать не надо. Да, получается месяц. Я предлагаю сейчас... Там, короче, эллиптические кривые потом будут. Да, так что пока не вырубается. Да, 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 да. Пока не вырубается. Да, 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 да. Не, 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 мы сейчас добьем. То есть, значит, идея такая. Раскрыли таким образом и взяли ту часть, когда мы раскрыли вот это со знаком минус, получилась окружность, которая меньше, чем эта. И она чуть-чуть за ее пределы вылезает. То есть, тут соотношение вот такое, большая вот так идет, а маленькая вот так идет. Вот, вот, вот каким образом. Ну, на самом-то деле, это так, логически это так. Но если посмотреть издалека, покажется, что все три вот этих куска якобы совпадают. Ну, там просто из-за радиуса, праздность радиуса, понятно, что здесь меньше радиуса, у него большая выпуклость. Здесь подобрана, опять же, задача, где это очень малое отличие вот этой от этой, хотя нам кажется, что здесь вообще она большая. Ну, то есть, иными словами. И на этом, что невозможно, так и примерно, если грубо и рисовать, там, сказать, ничего не загадает. Да, надо понимать суть дела, что это три окружности. И что они именно вот так друг с другом пересекаются. Да, да, да. Поэтому маленькая окружность, которая получена, когда этот модуль раскрыт как минус, она проходит через эти две точки, значит, соответственно, ну, на этой картинке минус пять вторых, минус семь вторых, и симметричную, минус семь вторых, минус пять вторых, естественно, тоже. Куда же деться, потому что все симметрично. И, соответственно, она вот почти все внутри вот этой зоны, именно внутри зоны нам и нужно брать маленькую окружность, потому что внутри зоны мы раскрываем это со знаком минус. А вне красной окружности мы раскрываем со знаком плюс, и поэтому, когда мы ее раскрыли со знаком плюс, мы получили вот эту огромную окружность, но из нее надо брать только ту часть, которая вылезает за пределы красной. Из-за этого, что не вылезает за пределы, из-за этого, который вылезает. И получается совершенно невероятная картина. То есть мы должны взять... То есть мы решили на самом деле полностью задачу, и у нас получился вот такой вот хрен изоткнутый. Чтобы сказать, изящно, это изящный полумесяц. То есть это и есть решение вот этого уравнения. Вот что надо понимать. Вот это решение, вот эта кривая страшная, это решение этого уравнения. Ну а дальше спрашивается-то что? При каком А будет 4 решения? Да. Я рисую разные А. Поэтому полумесяцем мы движемся и порешаем. Дальше я думаю, что можно не доводить до ума. Вот эти, для нахождения этих точек достаточно... Так, видимо, без внутренности. Нет, конечно. Это просто для ясности. Это для ясности, что колбаса. Внутренность, короче, там... Красно-зеленая колбаса? Красно-зеленые. Но решение только зеленая штука. Да, зеленое это решение. И, соответственно, мы должны найти, при каких А, на зеленом решении, при проведении А равно константа, да, горизонтальной прямой, высекаясь 4 решения. Ну, понятно, когда... И дальше это, по-моему, не ясно. Когда это ниже вот этой вот сюда, выше вот этой вот сюда, либо ниже вот этой вот сюда и выше вот этой. То есть вот тут два таких есть примера. Ну, там какие-то корни из 17, по-моему, были. Ну, да, ясно, что были какие-то корни, но мы и дарешивать, наверное, не будем. Да, но дело вот, что я хотел бы сказать, все понятно. Мы сейчас, видимо, говорим для людей, которые дальше будут заниматься математикой. Да. Так это же на самом деле, если приглядеться, тесно связано с теорией Морса, так называемого. Да. Вот что делать. Правильно. Но мы не можем сейчас говорить, что это такое, но это простейшие элистерации. Потому что на Еленом это не простят. Конечно. И так из Краснодара пришел там сигнал, как друг знаком, сын друга моего написал, прекрасно решил задачу там вот эту вот арифметическую с какими-то коробками. Да, ему говорят, вы знаете, вот ваше решение не совпадает тождественно с предложенным нам, тем, которые нам прислали. Поэтому мы вам минус ставим, но мы не можем разобраться в вашем решении. Извините, да. Вот. Но вот я ему посоветовал, у нас был здесь ролик три года назад, про то, что надо добиваться правды. Вот такой был здесь Олег Митрофанов из Смоленска, репетитор. И он, значит, добился, два месяца он бомбардировал этот Рособорнадзор и все такое, он добился, что ему признали, что решение было правильным. И я говорю, вы тоже не останавливайтесь. А им пофиг, у них все раз, им не нужно добиваться правды. Я говорю, а вы добитесь, чтобы изнасиловать Рособорнадзор просто. Ну, как бы исключительно для этой цели. Ну, потому что надо менять людей, которые не умеют проверять ЕГЭ. Если уж вы сделали ЕГЭ, так меняйте таких людей. Вот это сотри, пока только вот это оставь. Сейчас я заключительную фразу. Мне кажется, лучше все стереть и заново написать. Не-не-не-не-не. Вот это оставь. Дайте мне в руки. Дайте мне в руки, пожалуйста. Дайте в руки мне. Так, сейчас. Топор. Жалкий ошмет уравнение. Так, давай чуть-чуть тут направим, да, что-то было. Да, это А было. Тем, кто заинтересовался этим вопросом, мы можем на прощание по этому докладу. В теперешнем. Сейчас вторая часть. Сейчас вторая часть будет еще. Потом будет задача на бис. Не уходите. Будет супер задача на бис для всех, которые я еще не решил. Так, и так, значит так. Это правда. Желающим, которые поняли суть этого решения, предлагается выйти в трехмерное пространство. И сделать следующее, как хотите. Так, вот решить, разобраться, что тут происходит геометрически, не пишет, между прочим. Ну так. Ну так. Так, что будет в таком случае? x в квадрате плюс y в квадрате, я уж не буду отрезать, плюс z в квадрате минус 5x минус 7y минус 9z равно x плюс y плюс z. Только z теперь мы называем А и спрашиваем, при каких А. Нет, это уже не обязательно. Нет, ну просто решить. Понять, как геометрически вот это устройство. Да, понятно. Что это будет такое, да? Вот здесь было три окружности, а тут будет три чего. Не подсказывать. Ну что уже, подсказывать-то. Ну ладно. Ну как они будут располагаться, сами разберите. Это очень круто так. Вот на этом первая часть мы можем закончить. Да, первая часть закончена, но весь ролик не закончен, потому что дедушка... Да, можем сформулировать кое-что еще. Да, придумал офигенную задачу. А ты придумал или вычитал где-то? Нет, придумал. Придумал сам. То есть я даже не знаю, была ли она где-то до этого. Придумал задачи гораздо легче, чем их решать. Итак, давай, что за задачи ты придумал? Так, ну что это значит? Я пока нарисую треугольник, да? Хватит нам уже решать квадратные уравнения. Пора нам перейти к кубическим. Правильно, к кубическим. Это я обожаю. Выходить к кубическим, кубические уравнения. Я нарисую какой-то такой очень известный треугольник, который я называю ЕГЭПИТСКИЙ. Потому что он встречается во многих задачах ЕГЭ. Ну а как же? Он содержит стороны 3, 4, 5. Когда-то он был ЕГЭПИТСКИМ, но теперь он ЕГЭПИТСКИЙ. ЕГЭПИТСКИЙ. Сумма кубов его сторон равна? Кубу полупериметра. А-а-а! А чем уравнен полупериметр? 3 плюс 4 плюс 5 пополам. 6, да? Да. А теперь вот это как бы связано с потрясающим тождеством. Я вот когда это тождество узнал, я впал в оторопь. Я помню, что у меня было лет там 8. Вот. И я увидел это тождество и говорю, папа. Да неужели что такое божество? Да, ты тогда мне рассказывал здесь же задачи про теорему фирма великую. Да. И ты сказал, что для трех не бывает, но для четырех кубов уже бывает. Вот ведь, например. И вот в данном случае я совершенно неожиданно с этим столкнулся, когда я другую задачу поставил, которая имела такое же решение. Ну вот сейчас я все равно сформулирую. Ну собственно задача в том и заключается, да? Для каких треугольников это верно? Да, только уже берется с ним не обязательно прямоугольник. Это просто прям треугольничек любой берется. У него стороны обозначаем А, Б, С. Внезапно. Внезапно. А в кубе. Плюс Б в кубе. Плюс С в кубе. Равно А плюс Б плюс С пополам. Это полупериметр. В кубе. Значит, дорогие друзья. А вот теперь мы передаем слово Леше. Да. Я лично обожаю эллиптические кривые. У меня есть на эту тему даже одна, единственная, можно сказать, вообще в моей жизни статья по математике чистой. А именно это мы с Игорем Нитаем рассмотрели задачу о шарыгинских треугольниках. Была задача, что вот мы проводим три бисектрисы, и треугольник не равнобедренный, а вот этот оказывается равнобедренный. Задача тоже сводится к красивейшему кубическому уравнению. И мы доказали, что таких треугольников бесконечное количество, там, целочисленных я имею в виду. И это было связано, значит, с приемом, который называется сложение точек на эллиптических кривых. Значит, то, что я сейчас скажу, будет анонсом, потому что если я буду рассказывать на этом ролике, это перегрузит его. Я сделаю анонс и обещаю вам разобрать целиком эту задачу, когда мы в следующий раз, или в один, не, ну не в следующий раз, ну когда мы когда-нибудь еще с вами здесь на канале встретимся, я только скажу следующее, что кривая эта эллиптическая. А что значит эллиптическая? Это значит задается однородным многочленом третьей степени. Что такое однородный поясник? Ну, значит, все члены у него третьего порядка, все в сумме. И вот эта система уравнений... Каждый одночлен третьей степени. Третьей степени, да. И вот эта система уравнений не имеет решений никаких. Ну, обычно говорят, там, если мы ищем рациональные решения, что, кстати, то же самое, что целые для однородных. Ну да. Подумайте, почему. Когда ищем рациональные, то это требуется для полиалгебрических чисел, то есть для алгебрического расширения полиалгебрических чисел. И если у нее есть хотя бы одна точка в том поле, в котором мы работаем. Эллиптическая кривая над рациональными числами, это такая функция f от a, b, c, что вот эта система неразрешима. И есть хотя бы одна целая, ну или рациональная точка. Ну вот, пожалуйста, вам как бы вот, да, вот она, да, 3, 4, 5, она точно есть. Так вот, интересно то, что, ну понятно, что если есть 3, 4, 5, то есть и 4, 5, 3. Почему? Ну, симметрия. Да, у нас эллиптическая кривая относится к классу, который мне очень нравится и меня очень интересует. Который называется симметрические эллиптические кривые. Миша знает, и дедушка тоже знает, и вы все должны тоже знать, что есть такие элементарные симметрические функции. Сигма 1, сигма 2 и сигма 3. А, конечно. И любой многочлен, который симметрический, записывается через них в качестве какого-то уже несимметрического многочлена. Так вот, папка, я все это высчитал. У нас получается вот такая кривая, вот такая. Вот, и, соответственно, значит, там в лоб проверяется, что эта система неразрешима, и тогда можно складывать точки на эллиптической кривой. Ну и, что вы думаете, я сделал? Я сложил эти две точки на эллиптической кривой и получил замечательный треугольник с целыми сторонами, который тоже удовлетворяет тому же самому уравнению. Значит, у него стороны такие, 31, 33 и минус 40. Ну, такая сторона, длиной минус 40, да. Что такое? Значит, по ней надо ходить в другую сторону. И поэтому получается, что сумма кубов от этих трех чисел равна кубу их полусуме, да. Вот, и это приводит к равенству уже в чисто натуральных числах, которые я не знал. Да, и я тоже не знал, конечно, естественно. Вот такому. Да. И вообще, эта кривая содержит кладезь чего-то красивого и интересного. Я хочу за лето разобраться с ее рангом. Если ранг будет положительный, это значит, что существует бесконечное множество решений, они всюду плотны на соответствующей кривой. И тогда это означает, что и в положительной зоне тоже будет всюду плотное множество точек. Что будет означать, что уже настоящих треугольников с этим свойством тоже бесконечно много. То есть повторить то, что мы сделали... Без минусов. Да, без минусов, да. То есть попробовать повторить то, что мы сделали с Игорем Митаем. Вот так. Вот, собственно, на этом я мог бы завершить, да, этот замечательный ролик. Но, так как начинается лето, да, на Маткульт-привет будут выходить какие-то старые записанные ролики. Но новые уже будут только если как-то с Байкала прилетать Егору. Если вдруг что-то такое неожиданное, да, у меня в голове будет, тогда мы будем, конечно, давать этому дорогу. Но, в целом, я еду отдыхать. У меня страшная цифровая токсикация, жуткая. И я, соответственно, хочу ее исключить как-то. Но задачу на лето я хочу всем дать. И себе тоже. Мне ее дал Сергей Маркелов. Задача. Вы приходите в казино. И там, ну, грубо говоря, тысяча рублей. На самом деле, как дальше будет понятно, это совершенно не важно, такой вам дарит жетончик. И вы можете его разрезать на любые части. То есть, на самом деле, можно было не тысячу рублей, а просто вам дают там некую массу какой-то субстанции, да, просто. Кусок сыра. Кусок сыра, да. А дальше вы, значит, можете тысячу раз, не более тысячи раз, поставить любые суммы, в том числе зависящие от предыдущих выигрышей и проигрышей, на лотерею, в которой будет с вероятностью 50 на 50. Либо, значит, увеличение до... Подожди, любые суммы, которые у вас есть. Да, вообще любые, вот, которые в данный момент есть. Если у тебя осталось 500 рублей, ты не можешь поставить тысячу. Да, конечно, только положить. То есть, никаких выгодов в минус. Да, правильно, хороший вопрос. Миша задает, значит, никаких залезаний в долг нельзя делать из того, что есть. Но если на предыдущих этапах вы выигрывали несколько раз, значит, у вас больше. И всю эту стратегию тоже можно базировать на основании предыдущего. Действительная сумма. Да, да, некомплексная. А, ну, в смысле, нерациональный, не целый, неважно. Так мы скоро до биткоинов доберемся. Да, ну вот суть в том, что любая сумма, которую вы вставляете в лотерею, либо увеличивается на 30%, либо уменьшается на 25%. То есть, в среднем у тебя растет. Так в том-то и дело. Вот тут сам, вот не, так значит, есть среднее геометрическое, есть среднее арифметическое. С одной стороны, вроде как, если ты одну и ту же сумму, сумму, и потом сумму второй раз, ту же самую сумму, то у тебя получится 1,3 умножить на 0,75. Но это меньше единицы, если я не наврал с цифрами. Давайте быстренько проверим. 3,5, 15, 5, 1 в уме, 21, 22, 27, 7, 2 в уме, 975. Да, правильно. То есть, если ты вот так к этому подходишь, что ты ту же сумму положишь, то у тебя мультипликатор получается меньше единицы. Но, внимание, ты же можешь не так делать. Вот ты взял сумму и разбил ее на две части. Одну сунул, и потом другую сунул. Тогда у тебя среднее арифметическое вместо среднего геометрического возникает. А среднее арифметическое у тебя как раз больше единицы. Больше, понимаешь? То есть, 0,5 на 1,3 плюс 0,5 на 0,75. Оно больше единицы. Оно типа там 1,0,25. И вот я сижу и туплю. Я просто как баран смотрю на эту задачу. Я не знаю, что с ней делать. Я не понимаю. То есть, видно, что из этого должен извлечься какой-то выигрыш. А что нужно делать? А нужно максимизировать ожидаемый выигрыш. И сообщить желающим им воспользоваться. То есть, вот задача. Не более тысячи раз поставить. Нужно понять, как тут вообще все устроено. Какая стратегия поведения. Как надо играть в эту игру, чтобы всех обыграть. Это вообще невероятно. Вот так, друзья. Вот на этом мы, наверное, завершаем. Давайте еще раз встанем в кадр. Вот. Три салатеевых. Как говорят все спортивные каналы. Только помните, как-то, казино... Короче, вставки это не место для заработка, а развлечения. Поэтому, друзья, не заигрывайтесь. Не заигрывайтесь. Мат-культ привет!